Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о шоу под названием The Cake and Bake, которое обычно проходит в Лондоне в начале октября, ну или в конце сентября. Такая выставка сладкого искусства, тортиков, пирожных, кексов и даже макарон, началась буквально 10 лет назад. Я, по-моему, в 2013 году посетила впервые эту выставку, и она проходила на тот момент во второй раз. Я поехала туда снимать репортаж, не помню, на какое агентство я уже тогда работала, и вот так вот нечаянно узнала об этой выставке. Она проходила на тот момент в выставочном центре Earth Court, которого уже, к сожалению, не существует в Кенсингтоне. И когда я уже жила в Earth Court в 2014-2015 году, оба этих выставочных комплекса Earth Court, к сожалению, снесли, и там построили новые дома. С тех пор выставка проходит в выставочном центре Excel, которая находится в Восточном Лондоне, и мне приходилось ездить уже туда в последующие годы. И я также снимала там репортажи. Ну, что там происходит? Когда приезжаешь на эту выставку, перед тобой открывается огромное количество выставочных стендов, где предлагают различные тортики, кексики, в общем, все, что касается кулинарии. Рассказывают, как они это делают, показывают, как наложить там айсинг. Я не знаю, как это по-русски переводится. В общем, налепить такие, знаете, как из пластилина тортики. Как раскрасить этот айсинг и так далее. Помимо этого проходят различные презентации, семинары, какие-то готовки. Такие прямо шоу на камеру что-то рассказывают, как правильно это выпечь, как правильно там сделать то и все и так далее. К сожалению, к сожалению, я никогда это не слушала, потому что у меня было очень мало свободного времени, так как я и училась на тот момент, и няня еще работала. То есть буквально в свое свободное время выехала, сняла там несколько стендов и уехала домой все это заправлять, и уже там находиться с детьми, образно говоря. Поэтому, если я когда-нибудь опять пойду в Лондон, я теперь уже буду ходить на все семинары, слушать все, что там рассказывают, потому что это очень интересно узнавать что-то новенькое про абсолютно любой продукт. А выставок я посетила огромное количество разнообразных. Бизнес, маркетинг, кексы, шоколад, книги, бьюти-индустрия, фэйшн-шоу. Огромное количество обо всем, об этом я буду постепенно рассказывать на своем канале. Если кто еще не подписался, не забудьте подписаться, потому что я рассказываю про абсолютно другую жизнь в Лондоне, которой, в принципе, можно жить, если уметь вертеться, так скажем. То есть я рассказываю про мероприятия, которые проходят в Лондоне, и часть из них абсолютно бесплатная. Так что если вы интересуетесь, куда бы сходить и что новенького узнать, я вам рассказываю на моем канале, что можно посмотреть в Лондоне в тот или иной период времени. Ну, в общем, как я поняла, это шоу организовали для фанатов всемирно уже известного шоу The Great British Bake Off. Это такой телевизионный конкурс, где собираются... Amateur... Как это перевести по-русски? В общем, не профессионалы, люди, которые хотят научиться выпекать, и по заданию жюри и по заданию ведущих делают какие-то кулинарные произведения искусства. Жюри пробуют, и там, как, знаете, фабрика звезд отсекают, кто выходит из игры, кто остается. И вот победитель там получает главный приз. К сожалению, я ни разу не видела эту программу, вот насколько... Ну, может быть, иногда где-то мелькала она у меня в телевизоре, когда я ездила путешествовать. У меня не было телевизора, я не смотрела британское телевидение, очень редко у брата иногда посмотрела. Но в основном я интересовалась программами жилья, то есть как люди покупают жилье в Великобритании, как оно выглядит, и программами таможни. Таможни, очень интересный The Peak канал, и программа называется The UK Border, The America Border, The Canadian, по-моему, что там еще, The Australian Border, и как вот на таможне людей проверяют, какие предметы можно провозить в ту или иную страну или нет, и как они обыскивают и так далее. Это очень интересная программа для меня была. И вот так вот мы с братом тоже изучали, что можно ввозить в Великобританию, а что нельзя, и в каких количествах и так далее, и как не попасть на то, чтобы тебя не депортировали. В общем, об этом, может быть, я попозже расскажу. И да, буду рассказывать, что можно ввозить в Великобританию, что нельзя. И вносить в эту историю какой-то свой личный опыт. Наверное, в ближайшее время сделаю такой ролик. Очень интересно. И вот эта вот программа как бы стала основой для создания вот этого шоу, для фанатов этой программы, которые хотят попробовать приготовить такое же блюдо, как в программе, которые хотят получить какой-то интересный рецепт от этих знаменитостей. Там Мэри Берри были, Пол Холливуд. В общем, какие-то жюри такие тоже, британские звезды. Еще я узнала об этой программе от моей девочки, за которой я следила. То есть в последней семье у меня была девочка-подросток, 12-14 лет, я у них 2 года прожила. И мы с ней вместе часто выпекали для ее школы. Я уже об этом рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И сегодня я покажу, как мы с ней вместе тоже что-то готовили. По-моему, викторианский пирог для ее школы, для чарити. То есть для благотворительности. Они там продают кусочек кому-то тоже из учеников, получают фунт за этот кусочек и куда-то отдают эти деньги, в зависимости от того, какая благотворительность у них проходит в тот или иной день. То ли там детям, то ли там пенсионерам, то ли военным и так далее. В конце этого ролика я покажу, как она готовила. У меня есть целый ролик, мы с ней вместе снимали. Она готовила мне на камеру специально и рассказывала. Я переводить не буду, потому что там очень много подросткового такого сленга, который я, в принципе, до сих пор не понимаю, потому что я учила академический язык. Но очень много интересного, особенно ее мимика. Я всегда была в восторге от ее мимики. Ну, я, в принципе, сама такая. Вот. Так что мы с ней были на одной волне и вместе интересно проводили время. На этой выставке, еще хочу сказать, представлено огромное количество тортов на определенную тематику. И там тоже жюри проходит и выбирает лучший торт. Вот были там, по-моему, британские сказки. Там Мишка Паддингтон, Гарри Поттер. Были что-то связанное с Британией конкретно. Там и телефонная будка, и вот этот вот Jack Union флаг, который представляет флаг Великобритании. Принцесса Диана, и гвардейцы, и сама королева, и вот этот вот Бульдог. В общем, все основные символы Великобритании были вложены в торты. Это было так интересно. Я попыталась как можно побольше пофотографировать. Сама там, наверное, на их фоне тоже мы с подружкой ходили, фотографировались везде. Пока нас оттуда не выгнали, потому что шоу уже закрывалось, и мы пришли под конец. И, да, мы получали еще пресс-пакеты, где нам выдавали огромное количество всяких... Даже, по-моему, я один раз притащила 2 килограмма муки, 2 килограмма сахара. В общем, там огромный пакет вот этих вот всех ингредиентов. Плюс там еще были, я помню, целые пакеты готового теста только замесить для кексов. И вот эти вот формочки для кексов, которые тоже вкладывались в пресс-пакет. То есть, буквально огромный такой пресс-пакет у меня получался. И я потом, если вы помните, рассказывала уже, готовила брауни там по рецепту, вот из всех этих ингредиентов. Кексики мы с подружкой тоже вместе приехали с этой выставки. Ну, куда? У меня на тот момент, это в 2017 году было, надо было уже уезжать. Куда я повезу эту муку или сахар, где ее оставлять, кому ее подарить? И мы решили испечь эти тортики и просто их съели. Вот, так что, да, интересно, на каждой выставке практически я получала какие-то штучки, которые я могла использовать как для себя, так и, ну, мы там с подружкой иногда менялись между собой, кому что подходит. Ну, или просто дарила, или иногда приходилось выкидывать. Я вот это, конечно, очень не люблю, но какие-то пробники, которые тебе вообще никак не подходят, и ты даже не знаешь, куда пристроить, выкидывала. А иногда даже продавала на ebay. Ну, а что делать? Мне вот не нужен лак зеленого цвета. Я продала его. Очень даже хорошо, по-моему, за 8 фунтов. Так что, все было в моей жизни. Постепенно обо всем я рассказываю на своем канале. Ну, а сейчас ролик о том, как мы пекли пирог с моей подопечной. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Так что я думал, что это нормально. Так что я купил это и потом потом... Это рэп!